Когда ты приходишь в мастерскую, даже ты можешь прийти взвинченный, чем-то расстроенный, у тебя сначала ничего не получается, потому что работа требуется сосредоточенности. Но когда ты начинаешь погружаться в это, мысли уходят все, ты уже занят вопросами тем, как, что, каким образом. Руки работают, внутри начинается какая-то внутренняя работа, она требуется сосредоточенности, и все, мир отступает. Работа художника помогает уйти от всех тревог и огорчений. В этом мире керамисты-демиурги, а в их мастерской живет настоящее волшебство. Множество глаз, лиц, образов, пластических фигур и пластов. Сейчас художники-керамисты Инна Рогова и Наталья Корченкина делают миниатюрные работы под вес и панно. Этому они уже много лет посвящают конец осени и начало зимы. В мини-формате все их творческие идеи и образы. На мелких вещах можно экспериментировать, говорят художницы. Вот они высохли, вот я втерла черный графику, втерла туда. И сейчас я буду расписывать солями металлов и какими-то красками, которые терпят эту температуру высоченную. Они будут белые, но там, где краска нанесена, они будут коричневые, серые, голубоватые. Это соли металлов, которые обжигаются при этой высокой температуре. К солям металлов добавят роспись цветной глазури. Это не камень и не гипс, это фарфор изоляторного завода, требующий очень высокого обжига – 1380 градусов. Обжиг идет примерно 10 часов, здесь же в мастерской. Готовые миниатюры Инна и Наталья покажут на арт-перме, где у них будет два выставочных стенда. И каждый сможет пообщаться с художницами лично. На ноябрь 2015 года у Натальи Корченкиной намечено открытие персональной выставки в галерее «Марис Арт». Называться экспозиция будет «Пристань». Инна и Наталья говорят – перь – наша пристань.